Разбежались, толкнулись, поехали. Каждый день Кирилл и его команда степрайдеров в десятки раз произносят эти слова, катаясь на хилисах. Ну, конкретно я узнала друга. Он прокатился на хилисах в первом классе. Меня это заинтересовало. Прошло два года. Я уговорила родителей, мне их купили. Дорога до соседнего магазина превращается в настоящую трассу. И даже по школе степрайдеры не ходят, а катаются. Однако там, где учится Кирилл, недовольство со стороны учителей это не вызывает. У нас директор, когда был в школе, он катался вообще на роликах. Сейчас его жена. Она не против начать хилис. Хотя хилисы появились относительно недавно, они уже успели завоевать симпатию подростков. Да, ко мне на неделю подошел пятилетний мальчик с мамой и спросил, что это. Что это за чудо? Я ему рассказал, что это хилисы, это такие кроссовки с колесиком. Он чуть не ревя ушел от нас с друзьями, захотел такие же. Еще одно развлечение сегодняшней детворы – йо-йо. Игрушка легко умещается в кармане и позволяет скоротать пару минут где угодно, развлекаясь подобным образом. Но для Юли йо-йо перестала быть игрушкой. Для меня это хобби, но мне не кажется, я считаю, что это уже спорт, потому что проводятся мировые чемпионаты по России. Это не просто игрушка. Качелька, бинт, трапеция, собачка – это не набор слов, а название трюков, которые можно выполнить с помощью йо-йо. Количество зависит от фантазии и ловкости рук. Трюки можно изучать и можно свои придумывать. Я в последнее время придумываю свои. Желательно, конечно, каждый день по трюку придумывать, стоять и думать. Юля активно участвует в соревнованиях. Пока пермских. Цель – покорить мир. В данный момент я хочу перейти в прораздел, потому что сейчас я еще любитель. И мне бы хотелось занять первое место в любителях и перейти в про. Родители, как правило, поддерживают такие увлечения детей. Они позволяют оторвать ребенка от компьютера или планшета. К тому же йо-йо или хилиса – неплохой подарок, который принесет не только бурю положительных эмоций, но и поможет развить координацию и моторику. Елена Лебедева, Роман Петин, Ярослав Алакин, Евгений Гилев. Телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова